приветствуем всех в студии дигитарк сегодня у нас в гостях представитель банка сеп юлия пильман и мы поговорим о том что же произошло на такой акции как день генеральной цифровой уборки здравствуйте юлия здравствуйте вот такая неожиданная тема которая моментально с банк сеп на нее среагировал тема цифровой уборки может быть двух словах мы скажем что это такое да конечно но дигитальное решение они у нас везде повсюду банка это касается в наибольшей мере потому что наверняка все наши все вообще жители эстонии вообще во всем мире замечают что современный мир тот который мы сейчас все быстро ввалились он полностью практически дигитальный и развитие наши все развитие экономики развития уровня жизни каждого человека она напрямую связано с тем насколько ты дигитально образован насколько ты в состоянии сориентироваться до в этом мире и поэтому уборка это скажем так по нашему мнению мы конечно мы все говорим обычно о навыках но в современном дигитальном мире основные правила гигиены они не менее важны и мы по нашему мнению дигитальная уборка это был именно тот лозунг который мы тоже посчитали мы очень важным донести до наших клиентов и наших партнеров скажите а вы сами часто свои девайсы чистите от каких-то там файлов старых фотографий да конечно я вот между прочим и в этот раз тоже взяла и конечно может не в пятницу в пятницу я занималась мы занимались всем отделом занимались банком коллегами занимались уборкой на выходных я конкретно для себя выделила полчасика еще раз просмотрела да конечно то акция которая была 25 января проведена она привязана к одной дате просто чтобы привлечь внимание к этому вопросу мне кажется очень много людей и предприятий не задумываются о том сколько в электронной среде мы оставляем следов которые на самом деле нам не нужны а вы как-то готовились в банке к этой уборке вы как-то рассказывали своим сотрудникам своим клиентам как и что можно сделать да тут две мысли сразу же возникает с одной стороны когда мы об этом узнали то нас первая мысль была но все должны это понять до сложности никакой нет переводить декодировать не надо с другой стороны когда мы смотрим на все общество в целом да у нас естественно что третье стану жителей эстонии наши клиенты коллег тоже огромное количество ты понимаешь что люди находятся самых разных темпах самых разных в периодах жизни возрастах и так далее и поэтому мы допустим конечно мы говорили об этом мы делали новости мы говорили с клиентами рассылку клиентов мы говорили в социальных сетях своей собственной внутренней системе в интернете мы создали специальные правила обзор как это можно было бы сделать скажем так на примарном уровне то есть с одной стороны я видела у нас в нашем доме что отклик был у многих коллег моментальный они понимают зачем это надо скажем так может быть они этим не занимались но тем не менее они очень быстро как бы вовлеклись а некоторым действительно было бы гораздо проще когда ты говоришь вот это нужно делать так это нужно делать хотя бы два-три раза в год и тогда ты молодец это в принципе тоже помогает да люди разные это понятно вас совершенно прекрасная инфографика была составлена для все четко по полочкам разложено для человека который может быть не очень хорошо умеет взаимодействовать с электронными девайсами как вы уже сказали все разного возраста разной подготовки а в ходе самой акции какие-то интересные случаи у вас были ну случаев конечно много бывает интересных основном когда люди первый раз начинает убираться но вот коллега стерла все файлы и вообще все все файлы да она посчитала что очень много разных фолдеров я их не знаю я их не создавала сотрем на следующий раз в понедельник были сложности в принципе мы в своем отделе посвятили этому два часа мы тоже у нас чуть больше десяти человек ты рунда и коммуникация скажем так мы за первые 10 минут 5 гигабайт совершенно запросто даже у вас какие-то рекорды свои есть банки ли вы так не соревновались рекорды в банке это такой вопрос скажем так мы сейчас прочувствовали почву потому что есть определенные всегда определенные требования мы скажем так сейчас у себя внутри скорее занимались своими личными рабочими файлами мы так планомерно скажем так массивно это еще не предпринимали потому что просто мы должны тоже понять каким образом это лучше всего организовать но мы абсолютно уверены что это необходимо делать каждый год привлекать внимание я думаю что мы будем с вами очень здорово на самом деле я хочу сказать что конечно количество расчищенного пространства величина она важна но не всегда это не всегда это можно предсказать потому что есть дизайнеры у которых файлы занимают много места есть пользователи которые создают какие-то файлы попроще но важно все таки иметь какую-то регулярность и иметь какие-то правила и понимание об этой уборке точно так же как мы это делаем у себя дома но про теле я могу сказать что мы устроили соревнования у нас было внутреннее такое соревнование но как раз не по поводу количества а по поводу самых забавных или самых странных найденных файлов мы установили приз и люди делились в комментариях тем что у себя находили лично я нашла все прекраснейший файл абсолютно пустой ни одной строчки не написаны хранился в течение пяти лет в моем компьютере и для него даже отдельная папочка была создана такие вещи как раз и самый настоящий цифровой мусор от себя хочу сказать что к самой акции 25 января у нас подключились больше 70 предприятий по всей эстонии это означает несколько тысяч до 10 тысяч наверное человек работают на этих предприятиях но на самом деле большой отклик был и просто от частных лиц больше двух тысяч 2300 человек который просто зарегистрировались на сайте и ввели свои данные о том сколько пространство они очистили если представить сколько это 975 тысяч гигабайт это на самом деле очень много я так для себя пересчитала что примерно 30 тысяч фильмов хорошего качества можно туда залить и смотреть до конца жизни хорошее кино очень впечатляюще очень да а чтобы вы посоветовали вашим клиентам нашим клиентам все кто смотрит нашу передачу связи с темой цифровой уборки вы знаете я даже я об этом думала что можно посоветовать но мне кажется что главное здесь вообще когда мы задумались о том что дигитальный мир тоже нужно содержать порядке это может быть не искать прямой привязки к реальной жизни то есть если ты стер у себя 10 файлов это не значит что где-то дерево не срубит мы не будем это искать мы просто должны сами все понять что мы мне кажется лично что мы вступаем в новую эру в новый стиль жизни который происходит совершенно на других скоростях совершенно по другим правилам и скажем по измененным правилам и гораздо лучше уже начать как можно раньше себя к этому приучать к этим новым правилам гигиены новому скажем так в котором смысле поведению видно что это дигитальный мир от нас никуда не уйдет поэтому лучше нам с ним начать дружить спасибо вам большое спасибо а мы приглашаем вас посмотреть нашу передачу возможно перебрать ваши старые файлы и убирайтесь в своих компьютерах в своих телефонах и не забывайте про облачные сервисы там тоже порой скапливается много цифрового мусора смотрите передачи дигитарка